В детском саду номер один в Кувшиново обучение проходит 98 малышей. За два года, что Татьяна Поликарпова заведует дошкольным учреждением, здесь провели косметические ремонты в группах, спальнях, туалетных комнатах и раздевалках. Нам были выделены деньги от финансового года на постановку теплового счетчика. Это позволило нам, сами видите, у нас очень тепло. Раньше такой климат не доходил не до каждой группы. Один в поле не воин, говорит заведующая, сообща, любое дело спорится. Детский сад с благодарностью принимает помощь активных родителей. Говорит, девчонки, что будем сидеть дома в новогодние праздники? Давайте придем и поработаем. Пришли и поработали. Вы знаете, очень им за это благодарна, вот прям низкий поклон. Детский сад 60-х годов постройки. Последнее время остро нуждался в капитальном ремонте крыши. В прошлом году на эти работы нашли средства. Были постоянные протечки, текли потолки. Заливало стены. Депутат законодательного собрания Тверской области Тигунов Александр Александрович выделил средства из своего депутатского фонда. Муниципалитет выделил средства. Этим летом кровля была капитально отремонтирована. И теперь детский сад у нас с хорошими, непротекающими потолками и новым ремонтом. Садик номер один средней по численности воспитанников Кувшинова. Всего в городе три детских сада и во всех вопрос с очередями закрыт. Мы и в дальнейшем будем помогать дошкольным учреждениям. Вот сегодня, значит, в нашей области, я думаю, не только в нашей области решена задача очередей в детских садах. Наверное, потому что президент наш Путин очень сильно обращает внимание. Это начало решения демографической проблемы. Поэтому наша дальнейшая задача ликвидации очередей в Веслях, это, значит, будет способствовать, значит, улучшению в целом демографической ситуации в наших регионах. Планов у руководства детского сада много. Нужно заменить часть окон и двери и привести в порядок состояние напольного покрытия в некоторых группах. Как показала практика, работы здесь не боятся и дружно и с умом решают все задачи. Денис Ренов, ТВ Тверь.